ребятки всем привет сегодня решила записать видео о том какие вещи мне удалось продать на авито здесь был совсем небольшой доход я это видео записываю рядом с ребенком поэтому могут быть некоторые детские звуки кряхтения но нашла именно сейчас время и хочу с вами поделиться вещами это видео для тех кто любит смотреть на вещи на их историю постараюсь что-то рассказать про каждую вещь и давайте начинать все фотографии и объявление совета постараюсь прикреплять здесь очень большой период с января по апрель но скажем так честно у меня вещи очень редко продаются и обычно бывает так одна вещь какая-то продастся и вот в течение недели может еще несколько быть продаж а потом такая тишина затишье какое-то потом опять как будто бы где-то профиль там высвечивается в повыше объявления появляются в поиске и опять продажи и опять вот так вот как скачкообразно как это все это происходит я пока никакой закономерности и не нашла давайте начнем с вами с вещей которые я продала в январе первое это было фотофоны я их продала за 100 рублей там было шесть таких больших листков я их продала через чат соседей но на авито тоже вставляла но из чата купили быстрее девочки даже я их сама отнесла потому что как раз собиралась на прогулку с ребенком и такая давайте я вам зайду и занесу все это быстренько у меня получилось сделать дальше я продала комплект в роддом так как я родила недавно больше не планирую я продала свою сорочку и халат они был но не видела и в идеальном состоянии я покупала так как в роддоме нужно в халате выходить в коридор у нас были такие правила ну и начнушки естественно нужны были но я их там использовал не знаю один раз и дело с одним ребенком второй раз со вторым ребенком и все продала за двести тридцать рублей но выставляла за 250 там плюс комиссия и вообще с этим объявлением было некоторая интересная история мне какой-то очень странный мужчина писал прям он наверное меня неделю донимал арсений осторожней он долго настойчиво писал сначала там спрашивал могу могу ли я куда-то привезти или в какие дни можно забрать я ему объяснила что в такое-то в такое-то время могу чтобы вы приехали но в итоге мы с ним договорились и встречи я ему написала адрес куда приехать и что вы думаете он просто исчез заигнорил меня и наверно через дня два у меня заказали доставкой именно через пункт выдачи авито а у нас в городе очень мало но я все равно отдала эту посылку потому что мне было там немножечко по пути и вот отдала посылку все хорошо быстро дошло по моему за день и вот вечером отдала и на следующий день вечером все уже пришло следующий набор это был щёточка и расчёска детские я их покупала еще с первым ребенком но мы их не использовали и вот со вторыми тоже не стала сразу вскрывать и тоже не пригодились они нам и я их выставила на авито и некоторые объявления я дублирую в чат у нас есть такой чат мамочек нашего района и там тоже такой продам отдам есть раздел мы списались девушкой с нашего района как раз таки но она долго почему-то не могла до нас дойти видимо было как-то не по пути и так как у нее долго не получалось до нас дойти она скинула предоплату и точнее полную оплату и причем она скинула не 100 рублей как я просила а 200 рублей поэтому здесь было выгодное предложение из-за ожидания она так накинула цену следующее что я продала это пакет детской одежды 50 56 размер и за это я получила 400 рублей и следующая детская одежда с новым и здесь будет много это уже размер 62 там у меня были слипы девушка написала и готова была купить авито доставка я предложила ей два теплых таких комбетика мягких тоже этого же размера я как раз хотела выставлять и думаю вдруг ей нужно приглашаю там за небольшой плюс к стоимости я все как раз таки отправлю что раз уже покупатель есть чтобы все за один раз сделать и в итоге она согласилась мы немного подняли цену это за весь набор там слипов и двух комбетиков я получила 700 рублей если вычесть авито доставку то 665 рублей дальше у нас подгузники получилось так что я выгодно заказала на мегамаркете подгузники много коробок заказала но я не рассчитала то что мой ребеночек быстро подрастет и эти подгузники я даже не вскрывала и решила их продать дешевле чем они стоят на каких-то там маркетплейсах да но я их продала дороже чем я купила я выставила цену 2100 рублей получила я девятьсот девяносто пять рублей и отправляла я их почтой прямо в той большой коробке в которой они продаются в которой они ко мне приехали я прям так и отправила на почту причем этот заказ без переписки было форму мужчина просто его заказал и уже через пару часов попросил чтобы я отправила побыстрее эту посылку но я так планирую всегда отправлять либо в этот же день либо в следующий если мне удобно а поэтому я так сказала да конечно завтра утром все отправлю и так и сделала продажи были в феврале но их было совсем мало коврик развивающий и я продала за 200 рублей с игрушками там не хватало одной игрушки и я его продала через чат жителей нашего микрорайона через авито у меня забрали доставкой детский конверт на выписку в нем мы выписывали нашего первого сына потом его немного использовали все так как наступило тепло со вторым сыном другой был конверт поэтому он в отличном состоянии и вместе с доставкой точнее за вычетом доставки у меня получилось четыреста семьдесят пять рублей в марте снова ушел пакет детской одежды шестьдесят второго размера он у меня был выставлен за 450 рублей получила 428 это авито доставкой был заказ и то что я уже продала в апреле это были детские подтяжки я даже не помню откуда они усомы но мы их не используем поэтому я решила выставить сначала в чат нашего района и в итоге его забрала девушка которая делала торт на день рождения моего сына и мы с ней договорились то что когда я буду забирать торт я и принесу и она мне сделала скидку в размере 100 рублей вот такая вот выгодная продажа у меня была на этом по продажам все вот так вот быстренько вам рассказала все обязательно вставлю если кому-то интересны такие истории знаю что такие люди наверняка есть сейчас у меня на продаже тоже достаточно много детских вещей стоят но как-то не идет пока что надеюсь что все распродастся но если прямо у меня что-то очень долго висит то я это просто отдаю благотворительность я сдаю мусор на переработку точнее в торсе и и иногда отправляю то что не нужно там уже распределяется либо секонд-хенд я увозила вещи либо я туда отправляю на эту станцию где сортируют мусор и они уж там сами распределяют что-то на благотворительность что-то в другим там благотворительные магазины и я стараюсь от вещей избавляться но не просто выкидываю их на свалку конечно что-то приходится выбрасывать допустим то что вообще уже никак не поносить то что нельзя сдать там на ветош на переработку это конечно приходится выбрасывать но по моим возможностям пристроить вещи найти вторую жизнь я стараюсь в моем профиле авито положительные оценки все пятерки я иногда прошу людей написать отзыв ну потому что знаю что там человек приятный по общению он сто процентов не откажет но в основном мне отзывы пишут сами люди я очень вежливо старалась общаться стараюсь быстро отправить доставку да если что-то заказали на этом я буду заканчивать видео надеюсь вам было чуточку интересно вы не забывайте подписываться на канал увидимся в следующих видео всех люблю целую всем пока пока а